Магнитогорский художник Владимир Ванюков получил диплом в Российской Академии Художеств. Таким образом, был отмечен большой вклад нашего земляка в развитие культуры и искусства. В городе Владимир Степанович известен не только своим творчеством, но и активной общественной деятельностью. Он был делегатом исторического 8-го съезда художников, где решалась судьба всего художественного цеха страны. Именно он внес немалый вклад в создание знаменитой росписи Храма Вознесения Господня. Подробности в следующем сюжете. Владимир Ванюков родился в многодетной семье, поэтому говорит, желание отдавать, помогать, делать что-то не только для себя, но и для других, было развито в нем с детства. И именно это стало причиной отказа от получения высшего образования. Я закончил только Свердловское художественное училище, а потом у меня не было просто возможности дальше идти. Хотя это надо, значит, в Питер ехать. Было довольно накладно, но у нас семья большая, в общем, было, это было уже тяжеловато. После окончания училища в 1968 году Владимир Ванюков был командирован в художественно-производственной мастерские Магнитогорска. Здесь он с головой погрузился в кипучую производственную жизнь рабочего города. Комбинат был заинтересован в этом, похоже, потому что от них инициатива шла. Ну, естественно, пропуска выписывали там, ну, как обычно, это для посещения комбината. И там работали. Именно работы о комбинате, показанной художником на зональной выставке, получили самую высокую оценку центральной прессы тех лет. Ее обозреватели особо отмечали умение магнитогорца выражать самые глубокие мысли самым простым способом. Тогда же был создан еще ряд успешных картин на патриотическую и бытовую тематику. Благодаря этим работам Владимир Ванюков был замечен в Союзе художников России. Он был приглашен в Москву для участия в знаменитых всероссийских пленэрах и неожиданно получил предложение стать председателем Магнитогорского отделения Союза. Выбрали меня, было предложение от коллектива. То есть коллектив как бы настоял. Ну, я согласился. Это был самый непростой период жизни, вспоминает Владимир Степанович. Наступившие в 90-х годах потрясения заставили художников пересмотреть свои взгляды на окружающую действительность. Эти годы были периодом поиска новых художественных форм и запуска самых амбициозных проектов, в их числе роспись храма Вознесения Господня. Это согласие, значит, батюшки, который руководил церковью. Он тоже принимал активное участие и просил нам какие-то сюжеты, которые он подбирал нам, чтобы они, в общем-то, перешли на стенку. Успешная реализация этого уникального проекта дала возможность местному отделению Союза художников вновь громко заявить о себе, а также помогла Владимиру Ванюкову переосмыслить собственное творчество. Именно в этот период были созданы первые картины на религиозную тематику, пропитанные верой и надеждой на возрождение России, а также продолжилась проба пера в декоративной живописи. Сегодня Владимир Ванюков является признанным мастером разных жанров и направлений и по-прежнему продолжает много работать. Татьяна Артеменко, Евгений Грудев, телекомпания ТВИН